За некоторое время до ЧП жители подъезда стали слышать характерный шум. Вызвали аварийные службы. Сообщение о ЧП на пульт МЧС поступило в 2.45 ночи. На место экстренно прибыли сотрудники управления МЧС, представители местной администрации, сотрудники аварийных служб. К моменту обрушения все жильцы подъезда были эвакуированы. Никто не пострадал. По первичной оценке спасателей угроза дальнейшего обрушения отсутствовала. Второй этаж уже давно пустовал, а первый арендован частным лицом. Третий этаж, где жили люди, не пострадал. Подачу электричества и газа в подъезд сразу же прекратили. Двери опечатали. 29 жильцов аварийного подъезда расселили. Кому-то местная администрация предоставила площади из маневренного фонда. Кого-то приютили родные. После этого подъезд закрыли, а около дома выставили охрану, чтобы не было мародерства. Несколько семей, у которых было второе жилье, уехали туда, уехали к родственникам. Основной вопрос сейчас мы решаем. Один человек парализован. Мы решили его в интернат вместе с женой. Они дали согласие. И есть несколько квартир у города Собинки, у муниципального образования. Утром местные жители вернулись в подъезд. По их словам, у этой Собинской казармы не одна проблема. Крыша протекает, краска со стен облезает, внутри стоит неприятный запах. Жить здесь пенсионеры, мои семьи с детьми, с каждым днём становится всё страшнее. У нас аварийный дом не признают. У нас вот сегодня всё упало ночью. То есть о расселении вообще не говорят? Да и никто ничего не говорит. Заявление только пишите, что вас куда-то там переселят. У нас же дети, да. Вот и сегодня всю ночь не спавши. Бабушку увезли к дочери. Мы все падаем. У меня мальчишка два года. Вот как нам? По предварительной версии, причиной обрушения межэтажных перекрытий стала незаконная перепланировка. Здесь убрали перегородки. Они были хоть и не несущие, деревянные, но всё равно поддерживали балку потолка. А на втором этаже, наоборот, усилили эти перегородки. Вместо деревянных сделали кирпичные. То есть верх усилили, не сослабили. И произошло обрушение. Понятно, что никто ни у кого разрешения не спрашивал здесь. Ни у нас, ни у Гранкина. Евгений Гранкин – это начальник областной инспекции по охране объектов культурного наследия. На месте ЧП он не случайный. Особенские коридоры, несмотря на неприглядный вид, представляют историческую ценность. И Гранкин говорит, что наниматель без специального заключения не имел права делать перепланировку. Очевидно, проводили работы. Кто-то в этом. Сейчас мы разберёмся. Перегородки, которые не надо было, потому что это экспертиза должна, проектная, документация. В Собинку приехал и губернатор области Владимир Сипягин. Он лично осмотрел не только 9-й дом по рабочему проспекту, где произошло ЧП, но и соседние казармы. Сейчас власти региона собирают информацию по техническому состоянию всех зданий такого же типа, чтобы не допустить новых обрушений. Надо обойти и посмотреть, где нет перегородок. Потому что если нет перегородок, срочно тогда подключаем уже правоохранителей, для того, чтобы понимание было, опросы делаем собственников, на каком основании. Ну и дальше следствия пошли. Последующие действия по отношению к собственникам. В конце недели Владимир Сипягин планирует встретиться с руководством Министерства культуры Российской Федерации. Главный вопрос – снятие с Собинских коридоров статуса памятника регионального значения. Это позволит области начать реконструкцию небезопасных для жизни людей зданий.